Совместными усилиями МБУ «Энергия», оборонно-спортивного клуба «Ратник», сообщества многодетных и других организаций в центральной части Расторгуевского парка развернулись тематические площадки. Участники ежегодного фестиваля «Покровские встречи» разделились на команды и приступили к выполнению заданий. Пока одни изготавливали самолеты и занимались коллективным художественным творчеством, другие проходили полосу препятствий и собирали автомат. Воспитанница клуба «Ратник» Ольга Гудкова сегодня здесь в качестве наставницы. Есть дети, которые понимают, и они это хотят, и я делаю это. А есть дети, которым просто надо и надо. Но в сегодняшних состязаниях надо было всем. Ведь от этого зависело, насколько успешно команда пройдет этапы. К слову, некоторые творческие задания переходили в спортивные. Так новые самолеты ребята испытали едва высох клей. Полетами руководил клоун «Алекс». Раз, два, три! Для малышей, которые не участвовали в командных соревнованиях, подготовили развлекательную программу. А если вдруг кто-то немного замерз или проголодался, добро пожаловать в палатку. Здесь многодетная мама Анастасия Зимонина нальет чаю и угостит пирогами. По мнению представительницы сообщества «Многодетное Видное», такие праздники просто необходимы для укрепления семей. Это мероприятие мы проводим уже третий год совместно с МБУ «Энергия», Михаилом Ильичем и Видновским благочением. Смысл, наверное, этого праздника в том, чтобы соединить, наконец, родители и детей, чтобы они вместе провели выходной день не за телевизором, а за каким-то семейным объединяющим мероприятием. Действительно, праздник собрал не только мам с детьми. Много было пап и не случайно. Утвержденный недавно президентом Владимиром Путином, день отца стал еще одним событием. Отец, как и во всей большинстве российских семей, это глава, это опора, это надежда, это наша любовь. Я считаю, что отец в семье как бы главный, поэтому очень важен для детей, потому что все-таки воспитание должно быть и матери, и отца. Мужчины о своей роли в семье высказывались лаконичнее, но было понятно, каждый отец свою задачу видит предельно просто. Обеспечивать, так сказать, поддержку, кричо, заниматься им, спортом обязательно. Моя задача, чтобы они были здоровы, счастливы, хорошо жили. Такие простые, но важные слова говорят о том, что в нашей стране семейные устои прочно передаются молодым поколениям. Семья – это малая родина, а малую родину возглавляет главнокомандующий, это отец. Вот как он будет себя вести, такой уклад будет в семье, поэтому на отца ложится большая ответственность. Дети берут пример с папой, девочки хотят быть как папа, похожи мальчики как папа. Сегодня, если посмотреть, очень много мужчин с детьми. Это говорит о том, что мужчины у нас занимаются воспитанием нашего подрастающего поколения. Это очень важно, потому что семья полноценна только тогда, когда и мама, и папа участвуют в этом воспитании. Ну а сам праздник стал еще одним шагом и к объединению большого сообщества жителей Расторгуева. Люди приходят с семьями, улицами, какие-то общества по интересам. Здесь есть ребята, которые занимаются в кружках, также это объединяет и их родителей, и жителей улиц Расторгуева. Многие в этот день говорили, современный ритм жизни не позволяет уделять семье и детям достаточного внимания. Но согласитесь, два часа, проведенные с семьей, дороже любых заработанных денег. Давайте помнить об этом. Татьяна Брылова, Елена Кушелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова